Всем привет, это Александр Клюев, проект Первая Варка. И сегодня я хотел бы сделать повторную дегустацию, а дегустировать будем то, что Гоша дегустировал на прошлой неделе. Это пиво от пивоварни Коникс, город Заречный, Пензенской области. Попробовать хочу их IPA и IPA и APA. Не знаю, что они из себя представляют, еще не пробовал, но многие мои соратники это уже попробовали, сняли видео. Достала моя очередь, видимо. Начнем с IPA, попробуем. Не буду вас утомлять описанием пены, какого она качества, я не знаю, насколько это важно в пиве. Цвет, цвет темный янтарный, ну, черно-белый, конечно, это не видно, темный янтарь. Пахнет очень вкусно, сладенький такой аромат. Немного сильно, на мой взгляд, перегазировано, очень много углекислоты, очень необычный вкус. По-моему, очень неплохо, достаточно плотность, плотность в нем 14, алкоголя, по-моему, 5 градусов. Да нет, алкоголя 6,5. А, стоп. IPA, сусла, начальная плотность 16%, алкоголь 6,5 оборотов. Очень вкусный пиво, мне понравился и вкус, и запах. Попробуем теперь американский билетный L. Ну, странно, на мой взгляд, мне себя казалось, что АПА по цвету должен быть темнее, чем УПА, здесь бы скорее наоборот. АПА явно светлее. Пахнет более привычно, то есть, если запах в IPA мне больше нравился, то пиво с лосями, пахнет не так интересно, но начальная плотность 14, алкоголь 5,5. Пену тоже идет мимо. Поменьше горечи, поменьше аромата. На мой взгляд, IPA все-таки у них поинтереснее, хотя, в принципе, можно дать шанс и американскому билетному L. Тоже достаточно неплохо, но он без ярко выреженной горчинки. Если вы никогда не пили такие крафтовые, назовем их, сорта, и все, знакомство с пивом заграничным или каким-то необычным у вас заканчивается такими названиями, как Хугарден или Шпаттон, то как бы я для начального знакомства в принципе советую попробовать именно вот эти два сорта от этой пивоварни. На мой взгляд, достаточно неплохо. Ну, особенно я хотел бы выделить это, значит, IPA их, по-моему, все очень мило. Очень вкусный запах, особенно сразу из бутылки, немножко сладенький. Единственное, что, по-моему, карбонизация немножко портит восприятие. А по карбонизации поменьше. Ну и тоже запах. Запаха тут явно меньше. Хотя пиво разлито позже, чем предыдущее, практически на месяц. Вот. Так что, в принципе, советую, особенно вот попробовать IPA от пивоварни Коникс Брювери, эксперимент IPA и версия 2.0. Всем пока. Это был Александр Клюв. Пейте вкусное в миру.